ту 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 как видите данный фильтр очень сильно зарос разными водорослями и сейчас я его пытаюсь очистить губкой и лимонной кислотой всем привет дорогие мои друзья и зрители канала сегодня покажу обычный вечер юного аквариумиста я уже неоднократно чищу данную помпу раньше очистил просто губкой вот так вот проходился по бокам по верху по лицевой части помпу по носику проходился каких-то мелких местах я использовал щетку обычную но все равно здесь нарастали различные водоросли вот черная борода вырастала вырастала нечатка прямо на выходе из помпы и вот мне пришла идея в голову замочить эту помпу в лимонной кислоте и в принципе все удачно сработало я прочитал в интернете можно помпу замочить лимонной кислоте главное следовать инструкции на помпе видите тут написано максимальная температура 35 градусов то есть нужно использовать лимонную кислоту градусов наверное 30 то есть не прям кипяток а вот для конечно для таких вот деталей насадок можно использовать и кипяток что я и сделал я замочил все насадки в кипятке подождал пока вода остынет полчаса и замочил с тому вот эту вот голову от помпы и сейчас вот видите уже потихоньку все отходит уже вот от насадок отошло довольно много мусора его сейчас тоже буду чистить эту голову от помпы буду чистить носики и покажу вам результат такой вот очистки данной помпы лимонной кислотой недавно я наткнулся на довольно интересный телеграм-канал мой аквариум это молодой канал и на нем ежедневно постятся интересные темы по аквариумистике эти темы будут интересны и познавательны как новичкам так и опытным аквариумистом тема разнообразно есть и темы по выращиванию и размножению аквариумных растений есть темы про рыбок есть интересные факты о рыбках аквариумах у аквариумных растений и о многом другом есть интересные опросы и я в них тоже принимаю участие на телеграм-канал я уже давно подписан и в комментариях делюсь своим небольшим аквариумным опытом так что вам советую переходить по ссылочке в описании под этим видеороликом и подписываться на этот очень интересный канал по аквариумистике как смог очистил помпу от водорослей также промыл и отдел на эту помпу губку и могу сказать то что очистка прошла более-менее удачно и лишь едкий желтый налет остался на голове этой помпы его мне ударить никак не удалось так как раз передняя часть помпы очень ребристы там много вот этих вот маленьких зазубринок каких-то пупырышек щелей и очень трудно даже щеткой лизы и скребком там проходиться поэтому вот там эти водоросли остались но они не живые они уже видно пожелтели вот лимонной кислоты и на этой помпе получается сейчас нет ни одной живой водорослинки но естественно все эти поверхности которые были более-менее гладкими все они чистые черные красивые и опрятные и конечно на носике у помпа теперь нет никакой черной бороды нет никакой нечатки которая тянулась раньше на пол аквариума и теперь думаю ближайшие месяца полтора точно эта помпа будет такой вот чистый потому что я замучился и уже здесь через я каждую неделю очищал от отрасли но снова за неделю на зарастала теперь же с помощью лимонной кислоты я избавил эту помпу от таких проблем как видите там аквариум что да очень очень мутная все потому что здесь пока помпа была стакане с лимонной кислотой полтора часа 10 не было никакой фильтрации и аэрации а естественно до этого я здесь сделал небольшую подмену и стекла почистил и опять же когда губку вынимал тоже муть пошла поэтому вот такая вот муть здесь сохранилась до сих пор но думаю через полчаса вода здесь будет прозрачный не входе с флиппер здесь активно разрастается четыре кустика я уже здесь продал на аквадоске это был мой первый покупатель так что кто не зарегистрировался на аквадоске регистрируйтесь это очень удобный сайт по подаче бесплатных объявлений по продаже по покупке всего того что связано с аквариумистикой ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии сейчас мне нужно немного поработать в этом аквариум 35 литров с шикарными апанагетонами а именно нужно убрать вот эти вот огромные стрелки которые выпустил апанагетон точнее это не совсем стрелки это листья разведчики которые вскоре раскроются и будут стелиться по поверхности воды аквариума естественно как только они раскроются все остальные листья будет апанагетон пускать уже на поверхности они в толще воды и не будут плоскими маленькими некрасивыми и не такими волнистыми как вот эти вот листочки этого тоже уже разведчик пошел поэтому его сразу на ранней стадии я вот так вот обрываю это тоже обрываю разведчик и вот последний разведчик также будет убран вот это похоже тоже на разведчика но пока что он еще под водой в общем вот этих вот трех красавцев я убрал и теперь по идее эти апанагетон должны расти уже под водой и никаких разведчиков не пускать но обычно после первого разведчика от куст пускает еще два три и после этого он понимает то что некуда ему расти вверх его обрезают и поэтому он продолжает расти опять в подводной форме уже с более пышными и крупными листами кстати подскажу небольшой лайфхак для блогеров аквариумистов используйте всегда дополнительный свет даже если у вас есть лампа над аквариумом для красивой картинки для того чтобы не было бликов во первых включайте свет в комнате во вторых ставьте вот как я два светильника на один аквариум так как с одним бы здесь вы видели не апанагетон а мою майку лестницу и все то что у меня есть в комнате а так я могу спокойно приближать на дальний план показывать вот дальние листочки и никаких бликов видно нет такой вот вам небольшой лайфхак далее из этого же аквариума мне нужно убрать аэрлифт а именно его почистить я бы не чистил уже где-то около трех недель поэтому беру поднимаю и покажу как же я чищу такие вот грязные аэрлифты раньше я вам показывал то что всегда чищу губки от аэрлифтов помп и прочих фильтров чищу именно в аквариуме воде то есть когда подменю воду в аквариуме допустим в этом сливаю воду ведро и в этой же воде чищу губку однако сейчас мне настолько быстро затеряются губки либо просто нет времени на подмену что просто я не могу сливать воду с аквариума так как у меня нет воды чтобы ее залить обратно в аквариум и сделать самому подмену поэтому я теперь стал чистить абсолютно все губки за исключением не листовичков но у меня их пока что нет поэтому вот во всех аквариумах где есть грунт где устоявшийся баланс я чищу губки уже в воде из-под крана так как все-таки в аквариуме довольно много полезных бактерий особенно в грунте и вот ничего страшного то что часть бактерий которые в губке просто погибнет все равно большая часть бактерий в аквариуме конечно же останется однако если у вас конечно пустой аквариум без грунта только там есть вода стекло и рыбки то естественно нельзя так делать так как большинство бактерий как раз у вас тогда сидит в губке вы просто их убьете и тогда баланс вашем аквариуме может конечно же сбиться и вода может помутнеть поэтому вот в моем случае конечно же можно так делать и также еще плюс такой прочистки то что можно неограниченное количество воды использовать я могу одно ведро использую 2 3 4 5 до сих пор пока губка полностью не очистится обычно я использую для орех или вот такой губки одно ведро а вот допустим для губки от помпы мощностью полтора тысячи литров в час я использую обычно 2 3 ведра так как за неделю на такое количество грязи в себя убирает что просто одним 15 литровым ведром не обойтись ну вот принципе так немного пожмякал эту губку вода конечно же помахнела в ведре и вот губка в принципе чистая хорошая теперь собираем обратно аэрлифт и его уже можно устанавливать в аквариум вот уже чистый аэрлифт губки кстати сейчас чищу не по графику а по мере их засорения то есть вижу то что на внешних порах аэрлифт уже появилось много грязи на самом аэрлифте на верхушке пилос много мусора и тогда я его чищу если вижу то что он чистый и пока что он может поработать то естественно стали его поработать и не чищу просто так тими 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 это у нас тимошка ему около пяти лет с черной окраской белыми когтями ярко-оранжевыми глазами большими ушами с черным сломанным хвостом но зато он счастливый наелся поужинал рыбки еще не поужинали зато он уже наелся уже облизывается любит есть все что помещается в рот жареная соленая копченая в общем все он ест и кашу молочную до толстый он толстый вот грызет палец все-таки голодный ах какой играет носится по ночам не дает никому спать но такой вот веселенький оранжеглазый тими вот не нравится ему когда его гладит и кусает и ласкается и лежит опять грызет руку такой вот своенравный тим ладно не будем умешать умываться и готовиться ко сну в этом аквариуме на ужин рыбкам пойдет гречишно спирулиновый корм от аква меню он довольно быстро тонет опускается на дно самые крупные частицы уже за две секунды достигли дна однако более мелкие частицы плавают до сих пор на поверхности и их собирают гуппи меченосцы малинези петушки и конечно же сумики но они их собирают в основном на дне посмотрите какие красивые петушки здесь в основном у меня самочки живут но также присутствует три или четыре самца а вы наверное спустите как они здесь не дерутся причина кроется в том то что это довольно большой аквариум его объем около 112 литров естественно в нем много укрытий и шанс то что один самец найдет другого просто минимальный а даже если один самец другого находит то он отвлекается на другого самца на другую самочку и тем самым агрессии здесь распределяется более-менее равномерно вот уже сомики подключились к трапезе петушки во всю сныл среди объедков от корма и на поверхности также собралось немало меченосцев и гуппи эндлера этот аквариум такой своеобразный здесь нет определенной композиции здесь все посажено так как душе угодно то есть нет какой-то композиции определенной где было свободное место туда что-то и воткнул здесь или на стебелька есть и мухи особенно хорошо здесь разрастается мог стринг мос уже выпустил свои длинные веточки его можно подстричь и он будет расти здесь таким прекрасным шариком ну и также конечно мог моносолениум тенером также активно разрастается и уже образует бурные заросли ну и апанагетоны с роголистником от него конечно же не отстают тем временем сомики уже почти все подъели меченосы доедают остатки но сейчас будем выключать здесь свет и уже буду я готовиться ко сну так что кто не подписан на канал обязательно подписывайтесь в этом ролике вам показал обычный вечер юного аквариумиста всем спасибо за просмотр также не забывайте подписываться на телеграм-канал мой аквариум там есть много чего полезного и интересного для вас и для ваших друзей аквариумистов всем спасибо за просмотр всем удачи и хорошего настроения всем пока пока